Давайте я кратко расскажу о себе. Как Катя уже сказала, я работаю в компании DataArt, работаю на позиции фронт-энд-тимблюда. И в принципе в JavaScript это то, что мне нравится в этой работе. Именно поэтому я работаю фронт-энд разработчиком. И когда в JavaScript появляются всякие интересные фишки, можно сказать, фичи и новые возможности, это всегда меня очень сильно вдохновляет и всегда интересно их попробовать. И на самом деле JavaScript сейчас это тот язык, который очень бурно развивается. Он конечно же все еще испытывает какие-то детские боляшки, которые более старшие языки программирования уже давно прошли. Но тем не менее этот бурный взрывной практически рост открывает очень большие возможности и перспективы перед самим языком, да и в целом перед, не побоюсь этого слова, человечеством. Касательно сегодняшней темы, сегодня мы будем говорить о использовании машинного обучения в браузере. Мы скорее будем говорить не о самом машинном обучении, как о какой-то отдельной теме, да, о том, что это такое, как это все работает. Мы немножко это затронем, ну скажем так, базовое, просто для того, чтобы понять, о чем идет речь. Но больше мой доклад будет сосредоточен именно на использовании этого в браузере и какие возможности нам это дает, даже какие-то конкретные примеры. Поэтому усаживайтесь поудобнее, я надеюсь, это будет интересно. Давайте начинать. Прежде чем мы начнем говорить о самом TensorFlow, стоит поговорить о том, что такое машинное обучение. Мы на самом деле сейчас прямо бум этого технологического, что ли, стека, технологического понятия. И последние несколько лет мы видим очень много проектов, которые рождаются из машинного обучения. Есть очень много проектов, которые очень сильно начинают развиваться только из-за того, что они используют, начали использовать машинное обучение. Тема немного может даже избита. Я думаю, многие из вас сталкивались, да, о том, что появляется какая-то компания, какой-то продукт и говорят, у нас тут искусственный интеллект, он там все решает. Например, вот в камерах, в телефонах очень часто мы можем встретить такое понятие, вот искусственный интеллект, он улучшает все ваши фотографии и все будет супер-пупер. На самом деле мы все с вами должны понимать, что пока именно искусственного интеллекта, именно в таком классическом его понимании нет. И пока человечество технологически не может достичь этого. Ведь под искусственным интеллектом подразумевается действительно интеллект, то есть какой-то разум, да, который может принимать какие-то решения. Тот искусственный интеллект и то, где мы сейчас находимся, это именно принятие решения какого-то, но не саморазвитие, можно так сказать, да, то есть этот интеллект не может развиваться. Мы можем выработать какие-то правила, по которым эта машина, да, будет принимать решения и говорить там какие-то варианты ответа, но это не искусственный интеллект, который там есть в фантастических фильмах. И зачастую, когда мы видим вот этот маркетинговый бренд искусственный интеллект, зачастую имеется в виду машинное обучение. Что под собой подразумевает это понятие? Давайте мы рассмотрим это на примере. Предположим, у нас есть задача написать игру, которая будет искать на фотографии кота. Вот мы показываем кота, вернее, мы показываем фотографию. Это может быть как кот, так и собака, может быть несколько котов или собак. И наша задача написать такую программу, которая бы нашла кота на любой фотографии. То есть мы показываем какую-то фотографию компьютеру, да, камере или просто как-то ее загружаем. И наша программа должна это сделать. Как мы поступали бы в классическом программировании, да, то, в принципе, то, чем мы, большинство программистов занимаются. Есть люди, которые занимаются именно машинным обучением. У них все интересное, конечно. В классическом программировании мы поступаем примерно следующим образом. У нас есть какие-то данные. Мы смотрим на эти данные. Ну, в частности, вот у нас есть две фотографии. И мы, программисты, пытаемся выработать какие-то правила для того, чтобы по этим правилам можно было универсально определять кота на какой-то картинке. Ну, в частности, имея только две эти фотографии, мы можем сказать о том, что, ну, кот должен быть такой рыжеватый, непонятно какой, с усами, с ушами, шерстяной, пушистый, с какими-то полосками. При этом, если это большое какое-то животное, да, и с висячими вот такими ушами, и с таким большим носом длинным, то это не кот, это собака. А кот, вот у него такой короткий нос. То есть, таким образом, мы формируем какие-то правила для себя пока, ну, можно сказать, техническим сотанием. Если мы возьмем какие-то большие компании, то эти правила для нас формируют бизнес-аналитики. Ну, эти правила затем мы переносим в программный код. И, например, найти кота на этой картинке, это будет очень много кода. То есть, там будет огромное количество ифов, там, естественно, мы должны будем как-то преобразовать эту фотографию, мы не сможем искать чисто по пикселям, да, то есть, мы будем как-то ее преобразовывать, убирать цвета, скорее всего, искать там контуры. И с огромным количеством, просто невероятным количеством условий мы сможем на этих двух фотографиях находить кота, даже двух котов, и не находить котов вот на этой фотографии. Но, как это бывает очень часто в программировании, приходят новые данные, новые вводные. О том, что кот теперь может быть, во-первых, еще и черный, он может еще и находиться в другой позе, он может быть вообще лысым бы. Ну, и мы тут понимаем, что коты еще бывают разных пород. И классическое программирование сталкивается с проблемой, что мы, конечно, могли бы, если бы у нас было огромное количество времени и ресурсов, мы, наверное, могли бы сформировать такой стек правил, который бы смог находить универсально кота. Но это практически нереальная задача. И такой код, скорее всего, было бы очень сложно поддерживать, потому что это было бы огромное количество, еще раз повторюсь, ветвлений, которые просто нереально поддерживают. И, собственно, вот здесь и подключается машинное обучение. Вот это и есть та зона, где у машинного обучения появляется его зона применения. Мы здесь для решения этой задачи смотрим по-другому на эту проблему. То есть если здесь у нас были данные, мы как-то сформировали для себя правила, описали эти правила программно, и на выходе у нас есть ответ. То есть наша программа может выдать ответ относительно того, где кот на этой картинке. В машинном обучении мы смотрим на эту проблему по-другому. Мы говорим, у нас есть огромное количество данных. То есть мы просто взяли, в гугле забили картинку кота и получили огромное количество фотографий. Мы назовем это сэмплом. То есть мы берем какие-то исходные данные. И мы точно знаем, что это все коты. И мы загружаем в наш, назовем это пока движок машинного обучения. Загружаем туда все эти сэмпл, все эти данные. И говорим о том, что вот смотри, кот может быть вот такой. Кот может быть вот такой. Кот может быть в такой позе, в такой позе. И здесь на самом деле, чем больше фотографий котов во всяких разных позах, со всякими разными породами, мы найдем и покажем его нашему движку, тем больше вероятность того, что он потом будет правильно отвечать. И на основании вот этого огромного количества данных и наших правильных ответов, мы, не мы уже, а вот этот движок формирует для нас правила. И согласно этих правил, мы потом можем формировать модель. То есть на этапе обучения у нас формируются какие-то правила, потом эти правила преобразуются в модель. Что из себя представляет модель, мы поговорим буквально на следующем слайде. Сейчас мы будем считать это просто черным ящиком. Но суть в том, что этот черный ящик научился на этапе обучения плюс-минус определять кота с какой-то вероятностью. Затем в эту модель мы можем передать какие-то данные. То есть мы можем показать ему фотографию, такую, или может быть вот такую фотографию. И на основании этих данных и того обучения, которого эта модель прошла раньше, то есть она может сопоставить о том, что я примерно такую фотографию видел, там примерно такие же уши были, там были усы, и мне говорили, что это код. И на основании всего вот этого, чего научилась наша модель, модель выдает нам какое-то предсказание. Здесь речи не идет о том, что модель говорит «это код». Нет, модель всегда говорит «я думаю, что это код с вероятностью 89% или с вероятностью 90%. Ну может быть и 100% конечно». Если мы четко дали ему фотографию, которая была в исходных данных, тогда она точно будет знать, что это код. То есть таким образом, получив вот такую вот модель, мы можем ей скармливать уже реальные данные. И наше приложение, которое будет использовать машины обучения, состоит по факту из двух этапов. Ну как, собственно, и любое программирование, любое приложение состоит из двух этапов. Это этап программирования, и потом мы выкладываем его в продакшн, и пользуются им другие люди, и они получают какой-то результат. Здесь то же самое, но вместо программирования у нас обучение модели. Мы должны каким-то образом сформировать вот эти данные входные. Мы должны их как-то подготовить, мы должны описать эту модель. Потому что, опять же, все равно мы должны будем обрабатывать эту фотографию. Но суть в том, что программирование уже не программирование, а программирование уже обучение. И выходом из этого обучения у нас будет модель. И модель — это уже готовый, можно назвать это программой, в которую мы будем передавать данные, а она нам будет давать какие-то предсказания. Давайте поговорим о том, что такое модель, что она из себя представляет. Модель из себя представляет нейронную сеть. Что такое нейронная сеть? Ну, собственно, название тоже немного маркетинговое, скажем так. Звучит очень интересно, нейронная сеть. С намеком на то, что это как мозг, как у нас есть в мозгу, есть какие-то нейроны. Но, опять же, на текущем этапе развития технологии не позволяют хоть как-то имитировать человеческий мозг. У нас в мозгу гораздо больше нейронов с гораздо большим количеством связей. То есть те сети, которые мы строим с помощью компьютеров, это лишь очень приближенное описание нейрона. Ну, мы можем говорить о том, что да, в каком-то приближении нейронная сеть похожа на мозг. И вот каждая вот эта точка — это нейроны. Как вы видите, наши нейроны распределены по слоям. То есть есть у нас верхний слой нейронов. Ну, он может быть левый или правый, это не так важно. Это у нас, условно, входные нейроны. То есть вот сюда каждый этот нейрон будут подаваться данные. Он на основании какой-то своей внутренней логики принимает решение и передает свое решение следующему слою нейронов. Как вы видите, каждый вот этот вот нейрон из второго слоя соединен с каждым нейроном верхнего слоя. То есть таким образом у нас входные нейроны, да, вот это входные, они принимают входные данные, они принимают фотографию. То есть последовательность пикселей. Каждый из этих нейронов приходит, последовательность пикселей, фотография. И этот нейрон на основании какой-то своей внутренней логики, мы сейчас поговорим более подробно, что там за логика, он принимает решение, кот это или собака, и передает свое решение следующему ряду. Следующий ряд, соответственно, на основании тех данных, которые уже в него входят. В него входят уже не те фотографии, которые пришли на верхний слой, да, то есть сюда приходят уже интерпретированные данные вот этим нейронам. Они, каждый из этих нейронов принимает, в свою очередь, свое решение о том, да или нет. И таким образом у нас вся вот эта нейронная сеть, у нас здесь происходит некоторое преобразование этих картинок, если мы говорим про картинки, естественно. И в итоге это все сводится, в данном примере у нас здесь на выходе всего лишь один нейрон, но на самом деле их может быть несколько, ну и может быть даже много. И вот этот вот нейрон нам скажет о том, с какой вероятностью это код, или с какой вероятностью там есть код или его координаты. Как мы можем, вернее, даже не так, не как мы можем, а что мы можем сказать о том, о внутреннем устройстве нейрона. Важно понимать о том, что в целом вот эта вот нейронная сеть и алгоритмы, по которым они принимают решения, это достаточно сложные алгебраические преобразования. Эти алгоритмы достаточно сложны, да, и мы, собственно, их сейчас не будем разбирать. Но их суть сводится к тому, что каждый нейрон сканирует какую-то область фотографии, или может всю фотографию сканировать каким-то алгоритмом, и принимает решение на основании своего внутреннего состояния, так называемый вес. Мы можем думать об каждом из этих нейронов как о отдельной функции. Функция на вход принимает фотографию, но у каждой из этих функций, у каждого этого нейрона, есть какая-то внутренняя переменная, которая в себе содержит какой-то коэффициент. И на основании вот этих входных данных и коэффициента эта функция принимает решение о том, да или нет, то есть подходит нам это или нет, и передает это в следующий слой. На процессе обучения, то есть когда происходит обучение алгоритма, мы точно знаем, что вот есть фотография, и мы точно знаем, код это или не код. И на основании вот этого знания мы можем знать, вот изначально вот этот вот нейрон правильно ответил нам или нет. Собственно, процесс обучения происходит следующим образом. Сорян, не в ту сторону. Мы берем нашу сеть, вот она как-то так сконструирована, предположим, что у нее такая архитектура. Мы передаем по очереди каждую фотографию и анализируем ответ, правильный он или неправильный. И если он неправильный, мы заставляем нашу функцию поменять вот этот внутренний коэффициент и запускаем еще раз эту проверку. Поэтому, когда у нас происходит обучение, у нас вот эти вот сэмплы, которые мы сюда загружаем, там 100-500 этих фотографий, они через нашу нейронную сеть проходят несколько раз. И чем больше раз мы ее пропустим, тем более точные будут предсказания. Если мы пропустим все эти фотографии только по одному разу, то в этом случае результат будет, я не знаю, 50%. Мы с 50% или может даже еще меньше, мы сможем отвечать, есть там код или нет. Но при каждом проходе, за счет того, что движок вот этого машинного обучения, он знает правильный ответ, и он говорит конкретному нейрону, прав он был или неправ, и меняется вот этот вот коэффициент, если он был неправ. Если он прав, то, соответственно, коэффициент сохраняется. Мы все больше и больше уточняем этот коэффициент, с помощью которого нейрон может принять правильное решение. Изначально эти коэффициенты выбираются абсолютно произвольно. То есть когда мы еще не проходили ни одного этапа обучения, ни одной волны не проходили, эти коэффициенты абсолютно произвольно можно выбрать. При первом проходе мы проставили какие-то коэффициенты. Кто-то угадал, кто-то не угадал. Кто угадал, мы коэффициент оставили, кто нет, соответственно, он меняется. Проходим еще раз, еще раз, и еще раз. И таким образом эти коэффициенты постоянно уточняются, уточняются, и наша сеть начинает принимать все более точные решения. Собственно, это так, скажем так, широкими мазками о том, как устроены эти внутренности. Конечно, это отдельная тема, Machine Learning — это отдельная очень интересная тема с очень интересными алгоритмами. И это, наверное, как раз тот случай, когда программисту нужен матанализ, вернее, это та сфера программирования, когда нужен матанализ, когда тебе нужны знания, очень хорошее знание алгоритмов. Потому что без этого в машинном обучении делать нечего. Но мы сегодня будем смотреть на это немножко с другой стороны. Мы не будем погружаться в процесс каждого нейрона, а мы будем смотреть на это вот отсюда, вот с этой вот стороны. Мы будем смотреть на это как на черный ящик. То есть эта модель, она есть, она как-то работает, она как-то принимает решения. Окей. И, собственно, давайте поговорим про TensorFlow. Это как раз и есть, назовем его движок, это платформа, это open-source платформа, которая создана для машинного обучения. Она позволяет тренировать модели, она позволяет распространять модели, выполнять эти модели, и делать так, чтобы модель могла принимать какие-то решения, нужные для нас. Изначально TensorFlow появился 9 ноября 2015 года. Ну, в 2015 году он был анонсирован, но на самом деле он существовал и до этого. Это была внутренняя разработка компании Google. И в 2015 году этот внутренний проект, который назывался Google Brain, был опубликован в open-source, было изменено название TensorFlow, немного поменялась команда, был серьезный рефакторинг, и эта платформа, да, она начала развиваться как самостоятельно. Как самостоятельно. И так сложилось, что языками, с помощью которых мы могли писать вот этот код, который использовал эту модель, который бы учил эту модель, были выбраны Python и C++. Если говорить вообще о машинном обучении или там о data science, то мы очень часто там можем встретить Python как очень быстро работающий язык, к этому интерпретируемый. И я очень рад, что на эту стезю заходит JavaScript. Пока еще, конечно, маленькими и уверенными шажками, но тем не менее он заходит. Но изначально TensorFlow как платформа использовал именно Python, C++, были реализации на Java и еще на других языках. И, собственно, компания Google использовала дальше вот этот TensorFlow, в частности, этот проект используется для построения так называемого пейдж-рэнка. Это тот рэнк, с помощью которого Google ставит в поиски какие-то страницы выше или ниже. Так используется машинное обучение вот с помощью TensorFlow. В Google Translate тоже используется машинное обучение для того, чтобы лучше переводить и лучше понимать смысл слов. и, соответственно, более релевантно выдавать результаты. Также в библиотеке TensorFlow используется компания Airbnb, например, для того, чтобы улучшать результаты поиска. Компания PayPal также использует эту библиотеку для того, чтобы определять фрод. Мошенничество. Но это не самое интересное. И, собственно, TensorFlow — это не совсем то, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим о TensorFlow.js. Это реализация этой же платформы и моделей, которые есть в этой платформе на JavaScript. Сам TensorFlow.js появился в 2017 году. Сейчас он достаточно активно развивается, постоянно появляются какие-то новые возможности, появляются новые модели, которые позволяют делать какие-то все более интересные вещи. Реализован он на языке JavaScript. То есть и работать с моделями мы можем с помощью JavaScript. И в качестве платформы, на которой мы можем работать с моделями, мы, соответственно, можем использовать браузер. И относительно недавно, это была поддержка не с самого начала, но сейчас эта поддержка есть, мы можем использовать Node.js, то есть тоже серверную реализацию JavaScript. Какие преимущества дает TensorFlow.js по сравнению с обычным TensorFlow? В первую очередь это обусловлено платформой. И пока платформой я буду говорить именно о браузере. На Node.js, конечно, тоже хорошо использовать, но если у нас речь идет о том, что у нас есть сервер, то вполне возможно там можно и питом использовать. Какие дает преимущество именно TensorFlow.js при использовании в браузере? Ну, в первую очередь это портативность. У нас браузер есть много где, я не знаю, в некоторых микроволновках, можно сказать, есть браузер. Браузер есть у нас в мобильных устройствах, у нас есть на любом компьютере, под любой платформой, будь то Windows, будь то Mac, будь то Linux, у нас есть браузер. Причем браузер достаточно мощный, тот же самый Chrome. В мобильных платформах тоже достаточно мощный браузер и с огромным количеством возможностей. То есть мы говорим о том, что код, который мы написали с помощью JavaScript, обучили модели и используем модель, мы можем запустить у пользователя на очень большом количестве устройств. Кроме того, нам не нужно ничего дополнительно заставлять пользователя делать. Ведь если бы мы хотели запустить этот код на питоне, например, на мобильном устройстве, то мы бы сказали пользователям, что тебе надо как-то там сделать, так чтобы этот питон запустился, или там надо установить какое-то приложение, чтобы это все работало. Если речь идет о том, что у нас браузер, все, что нам нужно сделать, это попросить пользователя перейти по определенной ссылке. Он переходит, и дальше мы видим то, что мы хотим в браузере, и мы можем делать все, что угодно. Следующий огромный плюс — это нильские задержки во время работы. Мы и без TensorFlow.js могли бы делать многие вещи, как, например, анализ изображения, анализ видео на сервере. То есть мы могли бы из браузера отправлять видеопоток на сервер, сервер был бы, используя TensorFlow обыкновенный на питоне, мог бы что-то там определять, возвращать это обратно клиенту в браузер, ну и, соответственно, что-то показывать. Но это все накладные расходы. То есть мы должны отправить этот поток на сервер, от сервера получить данные, от рендерить. Если мы будем использовать машины обучения и принимать решения прямо в браузере, прямо в клиенте, то пользователю практически не нужно ждать. То есть все будет ограничено только возможностями его устройства, насколько оно быстро сможет принять решение. Но в любом случае это будет гораздо быстрее, чем мы будем это делать на сервере. Следующий пункт — конфиденциальность. Когда мы работаем с TensorFlow.js, мы работаем чисто на клиенте. То есть если речь идет о том, что мы анализируем, например, фото с веб-камеры или видео с веб-камеры, мы ничего никуда не отправляем. И для некоторых пользователей это может быть существенно. То есть весь видеопоток остается у него на устройстве, никуда ничего не отправляется. И это огромный плюс, особенно в современном мире, когда у нас из каждого ящика пытаются убрать конфиденциальные данные. Ну и последний пункт — это ниже стоимость обслуживания. И здесь речь идет о том, что если все пользователи, например, мы возьмем 100 пользователей, которые вот прямо сейчас зашли и что-то пытаются делать, например, анализировать свою фотографию. И если мы это будем делать на сервере, то, соответственно, все эти 100 пользователей будут работать на одном сервере и одновременно, по факту. То есть мы параллельно 100 моделей будут что-то там считать, анализировать. Соответственно, нам нужен достаточно мощный сервер. И если количество пользователей увеличивается, то нам нужно все больше и больше серверов и больше мощностей. Если же мы этот код будем выполнять непосредственно на клиенте, то каждый клиент работает на своем устройстве. И мы можем безгранично, практически масштабировать количество клиентов. Ведь они все параллелятся, каждый работает на своем устройстве и никому не мешает. Поэтому это тоже существенный плюс. Конечно, есть и минусы, несомненно. JavaScript — это не совсем тот язык, хотя, опять же, он сейчас делает очень большие шаги к тому, чтобы быть более производительным. Но на Python мы все еще можем сказать о том, что Python более производительный, особенно для задачи data science или анализа данных. Но тем не менее, по некоторым задачам JavaScript уже сравнялся с Python. Окей. Давайте мы посмотрим о том, немного о архитектуре самого этого TensorFlow, как он работает. У нас сам этот движок работает следующим образом. У нас вот Layers API — это наша модель. То есть это те данные, которые у нас есть. Вот этот вот нижний слой — это алгоритм. Это как раз и есть математические алгоритмы, которые помогают модели принимать решения. И ниже лежит платформа. Вот эта вот платформа, ее часто называют бэкэндом. Но под бэкэндом имеется в виду не сервер, а просто тот, кто принимает решения, тот, кто двигает байтики. И какие же у нас могут быть бэкэнды? У нас бэкэнд может быть чисто CPU, то есть это может быть процессор. То есть мы в браузере просто колбасим JavaScript, который нагружает процессор, и он, соответственно, принимает какое-то решение. Это работает очень медленно, и от этого ноутбук, условно, сходит с ума. У нас может быть GPU, то есть это карта, видеокарта, и это эффективно. Те машины обучения, которые используются на сервере, они как раз используют GPU. И в браузере у нас есть доступ к GPU с помощью технологии WebGL. Следующий бэкэнд нода, то есть мы можем использовать просто Node.js, а он, в свою очередь, будет использовать ресурсы, которые есть у сервера. Это тоже может быть и CPU, это может быть и графическая карта, которая установлена на сервере. Также из нового, то, что появляется, это WebAssembly. Он буквально появился в этом, или в прошлом году, насколько я помню. Это заранее прикомпилированный C++ код, но который может выполняться в браузере. Сейчас это относительно ново, но очень оптимистично на это все смотрят, достаточно хорошо работает. И то, что сейчас пока еще нет, но тоже все ожидают, это поддержка WebGPU, когда браузер напрямую сможет взаимодействовать с видеокартой без использования WebGL, и тогда это должно вообще все взлететь, все должно быть достаточно круто. Итак, мы говорим о том, что TensorFlow.js и вообще в целом при машинном обучении нам нужны модели, и в TensorFlow есть огромное количество моделей уже предобученных, то есть они уже умеют что-то делать. То есть мы видим, есть модели, которые позволяют классифицировать изображение, позволяют определять объекты, могут определить части тела человека, геометрию лица, позу, которую человек принял. Может работать с текстом, то есть может анализировать текст и на основании его принимать решение, было ли это условно токсическая речь или нет. Особенно это актуально сейчас в интернете. Может проанализировать текст и ответить на вопрос человека, который задается условно как в Google, мы можем задать какой-то вопрос, условно, когда день независимости, и Google нам что-то об этом ответит. Но что если у нас есть статья, которую я вот сейчас смотрю в браузере, и я нажимаю Ctrl-F, и я хочу здесь написать вопрос, когда будет день независимости, а в этой статье это написано. Вот, собственно, эта модель, анализируя текст, может понять, что вы от нее хотите, и ответить. Конечно, там пока это не стопроцентные результаты, но тем не менее они очень обнадеживают. Окей, моделей много, но давайте мы немного посмотрим на практику. Я уже много наговорил. Давайте мы посмотрим, какие практические варианты у нас есть. То, что мы смотрим, это приложение называется Teachable Machine. Это, собственно, TensorFlow.js используется здесь. И у нас здесь есть три модели, которые мы можем использовать. В частности, мы можем создать проект, который будет работать с изображением. Можно сделать с аудио или с позами. Дело в том, что если позы тут не очень удобно будет показывать, я буду слишком далеко от камеры, а вот картинки отлично. Что мы можем здесь делать? Мы сейчас как раз смотрим на этап обучения. То есть мы можем обучить нашу модель, чтобы она научилась тому, что мы ей показываем, и потом на основании этого принимать решение. Давайте я назову это первый класс. Я назову его я. Так, ладно. Секунду, у меня что-то пошло не так. Прошу прощения. Так, я. И второй класс, который у меня будет, у меня есть дочь. Я попросил у нее немножко игрушек, для того, чтобы мы смогли посмотреть на них, и чтобы сама модель могла определять, что это. Поэтому у меня есть игрушка, которая называется сова. И теперь мы будем обучать нашу модель. Мы должны подготовить набор сэмплов. И сейчас для того, чтобы научить эту модель определять меня, я просто нажимаю кнопку, он начинает снимать веб-камеру и запоминать, как я выгляжу в предвижении. То есть мы можем, я подвигаюсь немножко туда-сюда, и вот мы наснимали 84 сэмпла. Теперь мы должны подготовить сэмплы для совы. То есть я буду держать сову, буду ее вот так вот перемещать, вот так, и здесь у меня тоже примерно 89 сэмплов. И мы начинаем тренировку модели. Здесь обратите внимание, что браузер сейчас попросит, вернее, не браузер, а само это приложение, попросит не закрывать браузер, не переключать вкладку. Почему? Потому что сейчас это прямо выполняется в браузере и во вкладке. Если мы закроем, то все пойдет прахом. И здесь мы видим, вот как раз вот видите, количество эпох 50. Да, то есть наша нейронная сеть сделала 50 проходов, 50 волн, 50 раз она провернула эти фотографии, эти фотографии, и на основании этого она теперь принимает решение. И, собственно, вот у нас готовая модель. Мы видим, и он говорит, что я думаю, что с вероятностью 100% это ты, это я. Но если я покажу сову, он говорит, с вероятностью 100% это сова. При этом сову, смотрите, я могу перемещать туда-сюда. Да, то есть здесь речь не идет о том, что он нашел точно такую же фотографию вот из тех 84. Нет, он прямо сейчас анализирует видео с камеры и понимает о том, что да, это очень похоже на те фотографии совы, которые были. Ну давайте мы немного расширим эти классы. У меня здесь есть еще единорог. Вот так вот он выглядит смешно. И мы научим нашу модель определять единорогом. И добавим сюда еще один класс. Будет эта кружка. Тоже я сделаю 50 фотографий. Вот у меня такая кружка. Все, готово. И мы должны перетренировать модель. То есть мы должны ее заново научить, но уже на большем количестве сэмплов. И теперь наша модель сможет определять уже не только меня и сову, но и какие-то другие предметы, собственно, те, на которых я обучил ее. Опять же мы видим, что здесь происходит 50 эпох, то есть 50 волн. И с каждой этой волной наша модель становится все более точной и точной в своих предсказаниях. Окей, она обучилась. И теперь смотрите, я показываю единорога. Она говорит, ну, слушай, тут 100% это единорог. Я покажу себя, 100% я, кружка, это 100% кружка. Но если я покажу ей сову, она говорит, да, это сова. Причем, видите, я тоже там есть на фоне, она не совсем уверена. Говорит, ну, ты там вроде тоже есть. И если я покажу вот так вот их, да, то есть опять же он смотрит, ну, тут есть вроде единорог и сова. Да, то есть модель анализирует реальное изображение, и каждый из этих нейронов говорит с какой-то вероятностью о том, что у нас там сова или не сова. То есть то, что мы сейчас смотрели, это было обучение модели, и если мы захотим, мы можем экспортировать эту модель для того, чтобы ее потом использовать, да, то есть я научил свою модель определять эти четыре типа изображения, и потом в своем каком-то приложении я могу использовать эту модель, и она, соответственно, натренированная на этих сэмплах сможет работать с этими данными и принимать это решение. Окей. Мы научили модель. Теперь как мы можем ее использовать? Мы конкретно эту модель не будем использовать, потому что она реально умеет определять только меня и еще три вот этих дополнительных предмета. Мы используем готовый, уже готовый, готовую модель, которая есть у TensorFlow.js. и мы откроем CodePen, да, то есть это, ну, кто не знает, это онлайн-редактор JavaScript, просто, опять же, чтобы мне не нужно было запускать что-то локально, мы будем, это редактор в онлайне, точно так же это все запускается, и здесь в самом CodePen у нас уже есть готовые шаблоны некоторых приложений, просто, когда мы будем знакомиться с TensorFlow.js, для того, чтобы научиться как-то им пользоваться, мы, соответственно, можем взять какой-то готовый шаблон и, используя его, немножко поучиться, как использовать саму библиотеку. Давайте я быстро расскажу, что мы здесь видим, из чего состоит это приложение. В нашем приложении, ну, собственно, вот этот текст, это HTML, есть две картинки, вот наши две картинки, вот это собачки, это у нас кошечки, да, то есть вот одна картинка, вот вторая, вот они здесь в HTML зашиты. Что еще здесь есть, мы здесь подключаем, во-первых, саму TensorFlow, видите, здесь мы подключаем именно TensorFlow.js в библиотеку, и также мы подключаем модель, это уже готовая модель, которая называется COCO SSD, но по факту это модель, которая занимается вот классификацией изображений, да, то есть она может определить, вернее, это модель определения объекта, то есть она может определить, что именно находится на изображении и где главное, да, то есть она может выдать координаты, вот, то есть это очень просто его использовать, мы ничего не должны знать о каких-то нейронных сетях, о том, где взять эти сэмплы, для того, чтобы научить наше приложение распознавать собак и кошек. Все уже готово, готовая обученная модель на огромном количестве изображений, и мы можем ее просто использовать. Собственно, вот наш скрипт.js, это тот код, который и будет использовать эту модель. Давайте посмотрим на код в джаваскрипте. что нам нужно сделать, это в первую очередь дождаться, когда модель, вот COCO SSD, это и есть та модель, когда она загрузится. Модель, это по факту это JSON-файл, но он может занимать достаточно много места, особенно если это большое количество изображений, то есть оно может там до 100 мегабайт заниматься, некоторые модели есть маленькие, там до 3 мегабайт, но все зависит от конкретной модели, и от количества сэмплов, на которых она обучена. Собственно, мы ждем загрузки этой модели и если кто-то не знаком с JavaScript, это не так важно, важно что, мы ждем модель и когда она загрузится, мы ставим какой-то признак о том, что модель готова, то есть можно пытаться у нее что-то спрашивать. Дальше, что дальше у нас здесь, мы берем все изображения, которые у нас есть, вот эти два, изображения по факту, и на каждое из этих изображений вот таким образом мы навешиваем обработчик клика, то есть когда я кликну на одно из этих изображений, отработает вот эта функция, handle click. Здесь мы проверяем, загрузилась ли модель, если она не загрузилась, мы игнорируем этот клик, но если она загрузилась, я и говорю, определи, пожалуйста, что именно, event target это ссылка на картинку, на которую я кликнул. То есть по факту я модель искармливаю свою картинку и говорю, разберись, пожалуйста, что там есть. И в ответ модель мне даст свои предсказания. Предсказания это массив объектов, у каждого из этих предсказаний есть информация о том, что он видит, что он предполагает, что он видит, где это находится и где это находится и с какого вероятность того, что он угадал. Давайте я немножко увеличу масштаб. То есть мы здесь, опять же, здесь много JavaScript, но это не так важно. То есть все, что вот здесь находится, вот здесь, это не про предсказания и неопределения объектов. Это про то, чтобы нарисовать здесь просто вот эти границы, которые здесь есть. Самое важное у нас здесь вот эти predictions. То есть модель нам дает эти предсказания. И теперь давайте посмотрим результат работы этой модели. Я нажимаю на эту фотографию. Во-первых, это было очень быстро, почему? Потому что это произошло прямо в браузере, мы на сервере ничего не отправляли. И он говорит, я вижу тут собаку с 97% вероятности. Вот такие ее размеры. Я вижу здесь собаку. Щелкнем сюда. Я вижу здесь кота. И здесь я вижу кота. И здесь может быть на самом деле любая фотография. Можем сюда вставить коня, и он скажет, конь вот здесь находится. Это уже готовые модели. И таких моделей очень много. То есть такие модели позволяют нам определять людей. Например, тут тот же самый пример, который позволяет это делать онлайн с видео. Он говорит, я вижу здесь человека с 90% вероятностью. Если я покажу здесь какую-то другую игрушку, видите, он что-то попытается здесь определить. Ну, как-то так. Он считает, что это медведь, конечно, но похоже на медведя. Опять же, конкретно эту модель я не обучал. То есть это уже готовая заранее обученная модель. И это очень круто. Так, у нас, к сожалению, время подходит к концу, поэтому я вынужден немножко ускориться. Окей. Что я хотел показать вот этим примером, о том, что использовать готовые модели очень просто. И вам не нужно знать машинное обучение, какие-то сложные алгоритмы. Вы можете просто брять и писать какие-то невероятно крутые приложения. реальные кейсы, которые можно использовать. И это уже на самом деле используется. Это Nix Cosmetics приложение. Компания, которая продает косметику онлайн. Вот, пожалуйста, ты зашел на их сайт, включил веб-камеру, выбираешь, что будет, если у меня губы будут вот с такой помадой намазаны. И прямо на твоем лице рисуют по факту твое изображение с таким губальным накрашенным. Или, например, вот этот плагин для хрома, который мы можем установить. И это как раз тот случай, когда я говорил, да, у нас есть текст, и было бы круто искать как в гуле, но по тексту. Вот у нас есть статья о том о млечном пути. И когда мы можем задать вам вопрос, когда это лучше всего наблюдать. Окей. Давайте, наверное, я буду закругляться, чтобы вы успели задать вопросы, если они есть. Если нет, у меня есть еще чего вам показать. Если есть какие-то вопросы, давайте их озвучим, и я постараюсь на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!